Почти две тысячи лет японки из прибрежных рыбацких деревень живут впечатляющим промыслом – океанской охотой и морскими ушками, морскими брюхоногими, производящими жемчуг. Такие женщины известны как Ама. Ама – буквально морская женщина, фридайверы, что зарабатывают на жизнь погружением на глубину до 25 метров без кислородных баллонов или иных дыхательных аппаратов. Вместо этого Ама полагаются на собственные навыки и дыхательную технику, которые помогают им перемещаться к океанскому дну и обратно, задерживая дыхание по две минуты за раз. История Ама тянется вглубь почти на две тысячи лет. Упоминания Ама встречаются в известных текстах вроде сборника японской поэзии «Маньё-сю» VII век и записок о изголовье «Сэйсю-нагона» X век. Ама увековечена и на «Уки-йо-э» – гравюрах на дереве периода Эдо. Японцы тысячелетиями добывали себе пропитание, собирая на дня океанического шельфа различную живность – осьминогов, крабов, мидий и ламинарию – морскую капусту. Издревле мужчины уходили на охоту, а женщины собирали всё съедобное, что морские волны щедро выплёскивали на берег. Сначала бродили по колено в воде, потом стали нырять, удаляясь всё дальше и дальше от берега. Может быть, именно поэтому профессия ныряльщиков в Японии принадлежит исключительно женщинам. Но есть и другое, чисто анатомическое объяснение этому факту. Подкожный слой жира помогает женщинам переносить длительное пребывание в холодной воде легче, чем мужчинам. Ещё одна причина – самодостаточный характер профессии, позволяющий женщинам существовать самостоятельно и объединяться в крепкие общины. Как бы то ни было, мужчины в этом промысле лишь на подхвате. Они гребут на веслах, страхуют ныряющих подруг от встреч с подводными хищниками, помогают им быстрее выбраться из воды, потягивая за верёвку, прикреплённую к поясу ныряльщицы. Но главным остаётся труд амы. Эта традиция стала переходить к дочерям и внучкам. Но, возможно, самое удивительное – пожилой возраст, в котором женщины всё ещё способны нырять. Большинству ама – пожилые женщины, некоторые даже старше 90 лет, которые практикуют это искусство по многу лет, проводя большую часть жизни в море. Классические ныряльщицы амы использовали минимум снаряжения для погружения, облачаясь, как правило, лишь фундоси – набедренную повязку, чтобы легче двигаться в воде, и тенегуи – бандану вокруг головы, чтобы прикрыть волосы. На тенегуи иногда наносились талисманы удачи, защищавшие ныряльщицу от злых духов. Вечно у них какие-то духи все злые. Ныряльщицы, что отправлялись глубже всех, дополнительно повязывали на талию пояс с утяжелением, который облегчал погружение. Важнейшим орудием для ныряльщиц за морским ушком был тэгани, он же и кайгани – острый лопатообразный инструмент, которым упрямое ушко отсоединяли от камней. В начале 1900-х появились очки для плавания, которые ама быстро освоили. Примерно в тот же период из-за заграницы прибыли воздушные шланги с ручными насосами. В некоторых регионах их какое-то время использовали при сборе моллюсков. Но скоро стало ясно, что ныряльщик с таким оборудованием будет находиться под водой дольше, чем довольно быстро уничтожит ресурсы. В попытках защитить морское ушко и предупредить чрезмерный вылов, дыхательные аппараты были запрещены рыболовными кооперативами, в которых должны были состоять все коммерческие ныряльщицы ама. Запрет действует по сей день. Вплоть до 1960-х многие ама, особенно из поселений на Тихоокеанском побережье Японии, продолжали погружаться, облачившись лишь в клопчатобумажные шорты фундоси. Эффектное зрелище, которое японский фотограф Ивасе Йошики снял для своей серии о полуострове Чиба, запечатленной в первой половине XX века. После появления в Японии 1970-х гидрокостюмов, полуногие ама стали редкостью, и гидрокостюмы теперь считаются частью дайверского снаряжения. В сезон дайвинга все существование ама сосредоточено вокруг хижины Амагоя. Здесь ныряльщицы собираются с утра, готовятся к предстоящему дню, завтракают, болтают и проверяют снаряжение. После ныряний снова приходят в хижину принять душ, расслабиться и разогреть тело, восстанавливаясь после дневного труда. В Амагое царит атмосфера расслабленности и товарищества. По шесть месяцев в году женщины освобождены от привычной и ожидаемой от них семейной общественной ответственности, воссоединяясь с другими женщинами, разделяющими их любовь к океану и дайвингу. Амагое еще и место, где ныряльщицы-новички обучаются. В отличие от иных традиционных ремесел в Амаго нет принципа стажировки. Хотя навыки дайвинга вроде дыхательных техник относительно легко постичь через практику, самые ценные знания о лучших местах для охоты на морское ушко – тайна, которую тщательно хранят друг от друга даже матери и дочери. Тем не менее, слушая в Амагое рассказы более опытных ныряльщиц о прошедшем дне, новички могут потихоньку собрать важные знания о местных рифах и таким образом вычислить, где найти морское ушко в изобилии. Хотя Ама добывают разные виды съедобного улова вроде водорослей, моллюсков и морских ежей, морское ушко остается самым ценным и прибыльным. В период расцвета охоты на морское ушко в 1960-х умелая Ама могла заработать не меньше 80 тысяч долларов США за 6 месяцев дайвинг-сезона. Как следствие, талантливые Ама считались крайне выгодной партией и могли сами выбирать мужей среди местных мужчин. К сожалению, с упадком природных запасов морского ушка снизился и доход Ама. Несмотря на попытки рыболовных кооперативов сберечь драгоценные ресурсы, ограничивая часы погружений, допустимое количество сумок с уловом и его объемы, внешние факторы вроде загрязнения и глобального потепления нанесли вред окружающей среде и сократили популяцию морского ушка. Хотя в прошлом можно было зарабатывать на жизнь одной только подводной ловли морского ушка. В наши дни дайвинг для Ама – лишь дополнительный доход к основному занятию вроде фермерства или иной работы. Субтитры создавал DimaTorzok